приветствую вас на канале с play и мы продолжаем проходить ассасин скрит 2 итак в прошлой части мы устранили еще двоих заговорщиков а именно сильвио барбариго который меня больше всего бесил и его слугу так сказать которого они в общем-то силой сделали таким данте моро на самом деле его не очень хотелось убирать но ситуация была такова что и ему тоже пришлось после этого нам открыли новый район это последняя часть венеции которых была недоступна вот видите здесь сокровищ дофига сейчас откроем вышечку на которую мы уже поднимаемся быстро все соберем и пойдем по заданию поэтому давайте сначала вышки откроем возможно там еще какие-то дополнительные задания откроются так это уже становятся типовые вышки до типа вот эти церкви море город куда затоплен так хорошо сена здесь есть есть я надеюсь ты спрыгнешь всем слава богу так вот у нас тут как раз эта страничка открылась поля сначала сокровища заберем вот тут ну-ка кстати сумка новая не появилась одежда перекрашивать не будем не берут сокровища заберем и страничку кодекса сейчас заберем для этого придется наверное подраться да да так этот час испугается и убежит все правильно всегда так делает хорошо по моему мне осталось в одну страницу найти сейчас и в принципе все имеется ввиду все страницы будут собраны нужно сходить будет для надо еще расшифровать так идем к следующей вышке вот сюда так это что у нас ага вон она башня кто-то мне там опять угрожает болин все готов волшебном стражник сейчас нас не заметил нет не видит хорошо на самом деле вот когда открываешь первую вышку у тебя открывается почти вся часть остальные вышки открывают маленькую часть идем дальше вот сюда вот ну и хорошо нет-нет-нет-нет-нелись подходи не стесняйся я взял боже мой а вот она сразу и следующая башня довольно близко погоди я же сорвал откуда у меня опять известность появилась вот и вообще непонятно на пожарную башню похоже вот эти вот вот эти вот вышки вот эти вот которые хорошо дальше так и тут пройду ножки мочится и чувак сразу сокровище соберем и будем на ней заострять внимание но просто так бросать если она просто лежит тоже не буду так а вон там у нас еще и перо замечательно надо перелезть на другой дом хорошо 19 перьев осталось вообще мизер блин, сейчас запалимся так, а тут что, еще кто-то что-ли? блин а почему кинжальчик не собрал? ладно, те не мешают, трогать их не будем ух ты, какая-то другая вышка а хотя нет, на такой мы тоже были перезбыток вышки на таком небольшом периметре где сено-то? а, вон так, еще две точки обзора ой, опять вы как у меня стягиваете, а? козлы блин, вот что они до меня докопались? а, они увидели, что я сорвал этот плакат понятно ну, удачи вам меня поймать все, здесь они точно не пролезут они не умеют тут делать так, вот она, следующая вышка опять пожарная башня или каланча по-другому ну, ты че? он разогнался хорошо что, он за мной? нет, он за мной не полез ну, и правильно о, а как он, как он меня сейчас увидел? а что за прикол? все, уже не видит хорошо, последняя вышка осталась ничего дополнительного, к сожалению, не открылось может и к счастью вот она, последняя вышка башня, не знаю мадонна де лёрто называется так, вот у нас тут сокровище, занык она не будем проходить мимо а тут, уважаемые, ходят господа до свидания этот нас не видит трогать его не будем это опять какая-то часовинка хорошо хорошо Точки обзора Все, да, все Ну, все, осталось сейчас собрать Сокровища И перья Давайте это по-быстрому сделаем За пару секунд для вас это будет Ну, как за пару, сколько вот сокровищ на каждую Полсекунды Ну, секунд 20 может уйдет И перья еще Так, все С сокровищами перьями тут покончено Знаков истины здесь Собственно, нет Давайте посмотрим Поистине Их осталось два Они, скорее всего, в этой, в романе Которую мы проездом посещали Ну, по сюжету мы туда сейчас вернемся А теперь посмотрим Перья Так Точки обзора, кстати, в Венеции все, нет? Да, в Венеции все Замечательно Тайники О, кстати, тайники тоже все Интересно Перья Вот они, перья Венеция 46 и 46 В частности Квартал, который мы последний защищали Последний Канареджио 9 из 9 И сокровища Смотрим Сокровища Вот они Сокровища Флоренция Венеция 125 и 125 Все, в общем-то Флоренция у нас Ой, Венеция у нас Закончена По всяким вот этим Коллекционочкам Коллектаблом Так называемым Надо нам понизить Кстати, известность Ну все Идем по основному заданию К вопросику движемся Я думаю, что нас сейчас Как раз в эту романию И отправят Насколько я Помню Вопросик Это там, по-моему, Арсенал же, да? Там, где мы Догнали Данты и Придурка этого Сильвио Подходите, не стесняйтесь Я полностью в вашем распоряжении Да, это там Блин, закололки здесь, конечно, пипец Так, не туда Подожди, а Мне внутрь, что ли, надо? Да, мне надо Даже не внутрь Мне, наверное, даже на стену надо Так Так, последняя бумажка Где-то здесь Чтобы Не разыскивали Больше меня Где она? Вот кто ее здесь будет читать? Что за прикол вообще? Сундук опять полный Там, да? 50, по-моему, это максимум Что он делает Что он делает? Салют Так, стопе А что это? Наверху, что ли? Тебе нечего здесь делать Да, наверху Ух ты, яблоко Дядя Марио Куда они его несут? Кто там? Продолжение следует... 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 Нет. Если переживёшь, этот бой. С тебя всего лишь стерут в бурю. Попробуем. Не трогайте меня. Не трогайте меня. Дядя? Ха-ха. Не бойся, племянник. Ты не один. Лис? Что ты здесь делаешь? Мы можем задать тебе такой же вопрос. Мы? Все вопросы потом, брат. Не дай бог же уйти с этим ящиком. Вперёд! А сейчас вы умрёте. Покажи поэцелу. Мы с тобой. Покажи, где бросили. Я коротко. Ещё парочек вообще не плакать. Все усилия напрасны. Пророчество спутится. Закровище станет моим. Угни. Смотрите, друзья. Наш Эцио стал настоящим воином. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Думаю, время пришло. Мы получили то, что хотели, но это ещё не всё. Встретимся здесь, на закате. Дима Торзок Дима Торзок Как и многое другое. Бен Венута, Эдсо. Теперь ты один из нас. Пойдём. У нас много дел. Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Ты в порядке? Прекратим? Нет, я должен вернуться. Немедленно. О-о-о, бог ты мой. Шон? Да, конечно. Как я мог забыть об этом? Может, и нам расскажешь? В 1492 году папой избран Родриго Борджио. А это значит, что злейший враг Эдсо стал самым могущественным человеком Италии. Всегда мечтал побывать в Ватикане. Ну, значит, тебе повезло, Дезмонд, ведь именно туда ты и отправляешься. Невероятно. Просто потрясающе. Что это, Леонардо? Для чего эта штука? Этого я не знаю. Как не знаю, почему Земля вращается вокруг Солнца. Ты хотел сказать Солнце вокруг Земли? Оно сделано из материалов, которые не могли существовать. Однако очевидно, что это очень древний артефакт. В кодексе он назван частицей Эдема. Испанец. Он называл его яблоком. Яблоком? Как запретный плод? То есть ты хочешь сказать, что это... Оно не должно попасть в плохие руки. Слабого духом оно сведет с ума. Не сомневаюсь, что испанец пойдет на все, чтобы вернуть его. Этсо, используй все, чему ты научился, чтобы защитить артефакт. Отвези ее в Форли. Это неприступная крепость с пушками. Ей управит наш друг. Что за друг? Ее зовут Катерина Сфорца. Подумать только. Мне это начинает нравиться. Спасибо тебе за все, мой старый друг. Леонардо, Этсо сказал, что ты часто ездишь в Милан. У меня вилла в Тоскане. Непременно навести меня. Продолжение следует... Девушки отдыхают Девушки отдыхают Простите Это я заказала его О Так, а про Никола нужно прочитать Вооруженные пророки Всегда побеждали, а безоружные гибли Философ, писатель, политик Это циничное высказывание Принадлежит Николу Маккиавелли, одному из Величайших мыслителей эпохи Возрождения Он считается одним из первых Представителей философии реализма Он полагал, что все люди изначально злые и порочные При случае будут вести себя в соответствии Маккиавелли был третьим сыном флорентийского адвоката Отец обучил Никола грамматике, риторике и латыни В 1494 году Маккиавелли поступил на госслужбу И позднее стал послом С 1499 по 1512 в составе флорентийской дипломатической миссии Он побывал в Ватикане, а также при дворах королей Испании и Франции С 1503 по 1506 Маккиавелли отвечал за подготовку флорентийского ополчения и оборону города Он предпочитал народное ополчение наемному войску И его стратегия сработала в 1509 году, когда Флоренция одержала победу над Пизой Маккиавелли продолжил заниматься политикой и после изгнания Медичи Но когда они снова пришли к власти, то объявили его заговорщиком Маккиавелли был арестован и подвергнут пыткам Медичи не сумели доказать вину Маккиавелли и отправили его в ссылку Он удалился в свое поместье в Санта-Андреа, где и написал знаменитые работы Государь, рассуждения первой декады Тита Лавия, Ливия и История Флоренции Маккиавелли умер в 1527 году, место его захоронения неизвестно Че происходит? Почему люди бегут? Постой! Что происходит? Синьора, они появились как только вы ушли со стены На город напали Что? Кто напал? Братья Орси, синьора Ах, чтоб меня Кто такие Орси? Все негодяи, которых я нанимала, чтобы убить мужа Это дело рук испанца У самих Орси на это не хватило бы ума Как он узнал, куда мы повезем яблоко? Мы решили это совсем недавно Потому что они пришли не за яблоком, Эдсо А за картой Риарио Черт бы побрал твою карту, Николо Там мои дети Тысячи чертей Режим Так, че еще драться с нами надо, да? Мы хотим взять тебя вошел Жаль Блин, не того бей И че не может никто его сзади ударить, что ли? Бежим, куда дальше? А, ну вон, прямо же Эти подонки уже внутри Предатели Может там есть другой вход? Дай-ка подумать Возможно есть Под западной стеной проходит старый туннель Бене, я скоро вернусь Эй, вы Да, я к вам обращаюсь Трусливые дворняжки Вы вторглись в мой город В мой дом И вы думаете, я буду просто... Так, там вот уже тоже битва идет Нету, я вам яйца оторву Так, ты Иди отсюда Иди отсюда Ну-ка, я могу на кого-нибудь спрыгнуть Не получилось Ну ладно А мне что надо сделать-то А, мне надо найти вход А, ну вот же он Да? Да Нужно открыть ворота Никого нету, идет битва А он тут разглагольствует Придурок Так, так Как ворота открывать? Ла-те-те Ла-ми-те-те Тебе бы хотелось на них поглядеть, да? Потрогать, похисткать Полезать, да? Боже мой, что она несет? Докажи, что ты мучаешь Подходи, не стесняйся Я так дам тебе по яйцам Что они у тебя из ноздрей выискачат Двора грязных стоп Убирайтесь прочь Не то я прикажу вас всех посадить На колья на стенах крепочки Она суровая женщина Мечтаете, чтобы вам в задницу Воткнули длинный дубовый шест? Эсу, ты сделал это Тогда за мной Доберитесь вместе с Макеевелли Катериной Дорок Кодировальдино Крепости Катерины Ого Так, мне теперь их защищать надо, да? Замечательное все Я в розыске Да ладно Все, идем Куда там идти-то надо Их уже покоцать успели Ох ты гад Нифига как налетел Я аж не понял Долг превыше всего О, здесь есть знак Надо запомнить Откуда он Бери его Меч вообще офигенный просто Вот так, да? Здравствуйте, уважаемые Придурок Пусть валит Так, что там Катерина-то Ура Я с тобой Вешусь такие плащи Я вижу его Плачу Да сколько ж вас тут Блин, Катерину там сейчас замочат Вообще Нельзя ее подлечить Как-то Вот у меня аптечки есть Зелья целебные И вообще Почему я вот этого чувака Атаковать могу Странно Что-то мы кругами Что-ли бегаем Ни черта себе Так, надо его за Катериной быть Потому что ей хана Блин, я ее потерял А, вот она Черт, я вышел Катерина-то Может, я немного рассеянный Но кузнец я А, вот она Дерунки, друзья Пожалуйста, добрый гостоп Не надо У меня Луч Черт, ты не Рыбка Вернулся в город все еще одно убийство в нашем квартале ловушка твою-то мать да откуда не берутся то сколько как они успели набрести такой толпу сюда что здесь произошло мои дети Ну где же Бьянка и Активиан? Простите, сеньора, когда все это началось, они играли на улице. Я не знаю, где они. Скоро пришли подкрепления! Они штурмуют Цитадель! Этё, не дай этим ублюдкам прорваться! За мной! Защитите крепость от всех врагов. Блин, какое... Экшовое начало, так сказать. Только пришли, а тут сразу битва. Непрекращающаяся. О чем там за... Точка взаимодействия? Блин, Екатерина опять долбит. Куда вот, женщина, ты лезешь? Все враги. Че вообще бегают они? Да, е-мое! Пусть случая ведет тебя смеха. Я волнуюсь, а ты поймаешь, а что гадо? Че расселся, как выдурок. Здесь врагов осталось. Ну хоть счетчик есть. Так. Покидаемся. О, я ножка добрал. Прикольно. Блин, я в нее попал. Твою маковку надо помочь ей. Ее сейчас грохнуто. Лети давай. Птица певчая, блин. Фу. Откуда эти взялись вообще? Так, что, собственно, происходит? И где это задание? Вот там, что ли, наверху? Пойдем узнаем, ведь непонятно, что с детьми-то. Блин. Почему задание теперь белое? Еще особое воспоминание здесь есть, что-то интересное. Ну вот она, Катерина. Катерина! Катерина Сфорца! Я знаю, что ты там! У меня есть то, что тебе нужно! У тебя дети не пропадали? И Эцио Аудиторе здесь? Какой приятный сюрприз! А вы должны быть братья Орси! Людовико! И Чекко! К вашим услугам! Довольно! Где мои дети? Отпустите их! Конечно, сеньора! Мы будем рады отпустить их! За кое-что ценное! За некую карту! И за некое яблоко, брат! Да! И за некое яблоко! Или мне перерезать горло твоим малышам! Негодяи! Думаете, что запугали меня? Я ничего вам не дам! Вам нужны мои дети? Забирайте! Мне есть чем делать новых! Если вдруг передумаешь, то они будут в деревне! За городом! У тебя ровный час! Катерина, нет! Я не допущу, чтобы ты жертвовала детьми! Никто и никем не жертвует! Верни их мне, Эцио! Си! Положись на меня! Яблоко должно остаться в крепости! Охраняй его! Спасите детей Катерина! Чеко и Людовика Арси! Им наскучила жизнь в деревне, и они решили, что пора заняться чем-нибудь поинтереснее! Они стали пускать деньги в рост, и это принесло им огромную прибыль! В основном потому, что они убивали тех, кто не возвращал долг! Затем Катерина Сфорца наняла их убить ее мужа-тамплиера, Джиролам Мориарио. И они сделали это, как настоящие рыцари. Подъехали к его дворцу, зашли в обеденный залу, проткнули его мечом, разграбили дом и бросили обнаженное тело хозяина в центре города. По данным Абстерго, Родриго Борджа, бежав из Венеции, предложил братьям немалую сумму за частицу Эдема и, конечно, голову Катерины. Это братья Арси придумали похитить ее детей. Скажите, куда катится этот мир, если богачи вытворяют такое? Очередные козлодой профессиональный вор, блин. Так, мне еще и нужно успеть. Вот это да. Меня еще и разыскивают. Замечательно вообще. Так, а я... Ага, нету торговцев. Ладно, бежим. Детей надо спасти, во что бы то ни стало. Блин, ну постоянно отвлекаться на вот эти патрули. Это, конечно, шняга, шняжная. Еще сокровище. Что ты тут делаешь? Следай! Блин, патруль опять. Далеко вообще идти-то? Ну, собственно, не очень. Блин. Первый пошел. Сейчас второго найдем. Это че, было? Успокоился. Как мне из замка-то выбраться? Блин. Ну. Ай, на него одного хватило бы. Так, хорошо. Вот тут можно со стены сигануть, да? Опять патруль. Опять патруль. Так. 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 Где дети могут быть? Или что мне на тех стражников перебить? На, найдите биянку. Но это одна из этих детей, поэтому понятно, что найдите. Вот она. Вали отсюда. Маяк, понятно. Биянка Риарио. Говорят, что у богачей не жизненная сказка, но у биянки все было совсем не так. В 1484 году враги на глазах у шестилетней биянки разграбили дворец Риарио, а затем воинственная мать взяла ее с собой, отправляясь на защиту замка Сант-Анджело. Позднее родственники увезли биянку в Форли, где ее ждали новое злоключение. Вскоре после того, как девочке исполнилось 10, заговорщики зарезали ее отца Джиролама и бросили его раздетый труп на городской площади. Затем дворец и ее семью снова разграбили, а саму биянку взяли в заложники братья Орси. Биянка сбежала от них и вернулась к матери. Как именно ей это удалось, неизвестно. В 16 лет она стала свидетельницей смерти своего отчима Джакома Фео, жестоко убитого на охоте. В 1500 году ее мать Катерину Сфорса захватил в плен Чезаро Борджо и, по всей вероятности, вместе со своим отцом Родриго изнасиловал. В 1502 году Чезаро убил мужа биянки. Уже мужа? Погоди. Сколько же ей лет было? Асторе Манфреди. Биянка снова вышла замуж за графа Тройла де Росси. В 1521 году тот скончался, а вскоре умерла и она. Так, нам нужно, значит, на маяк. А вот далеко он, 3 минуты осталось, ела-пала. А тут эти еще сраные патрули. Лошадь бы. Там была, кстати, надо было седлать. А это что за чувак бежит? Да и хрен с ним. Так. Запретная зона, блин. Так, ребята, на вас придется устранить. Умри побыстрее, понял? У меня встреча через четверть часа. Твоей жене что-нибудь передать? Не уйдешь. Ты хочешь спасти целого мальчика Катерина? Отдай то, что там нужно, или отброшай его. Мама, помоги. Не ходи в забор. Сидь там, мормотец. Твою мать. Твою мать. На самом деле нет времени с ним не драться. Я хочу писать. О, феньер. Отпустили меня в туалет. Козлы. Терпи, пацан. Я иду за тобой. Не ной. Веди себя как мужчина. Я хочу есть. Можно мне чего-нибудь поесть. Сеньор, накормите меня. Баста, у меня от тебя голова раскалывается. Блин, да что так быстро ходишь? Это последний шанс, Катерина. Или яблоко, или я сломаю бальчишке ноги. Катерина сглупила, отправив тебя сюда. А может, это ты глупец, раз готов умереть? За пару монет. Оно того стоило. Благодаря мне, господин, получит то, что хотел. Тогда умри. Гордость тебе не поможет. Покойся с миром. Вот и пацан. Граф. В 19 лет от Тавиана стал кондотьером и поступил на службу Флорентийской республики по просьбе своей матери, Катерины Сфорца, которая хотела укрепить отношения с Флоренцией. Он привел из Форли отряд в 100 человек, но уже через год разорвал контракт, так как у Флоренции не было денег, чтобы заплатить ему. По свидетельству историков, Тавиана был толстым, глупым маменькиным сынком, однако папа Александр VI, известный как Родриго Борджио, был готов выдать за него свою дочь Лукрецию. Почему? Потому что он был готов смириться с недостатками зятя, властвующего над Форли и Мю и Молой. Кроме того, Лукреция Божия быстро меняла мужей. Обычно ее супруги заявляли о своей импотенции или просто исчезали. Катерина Сфорца проявила мудрость и отказалась женить сына на Лукреции, после чего сын папы римского Чазары напал на Форли. Когда Чазара изгнал Катерину Сфорца из ее владения, она обратилась к новому папе Юлию с просьбой вернуть ей и Молу, и Форли. Однако все кончилось тем, что Тавиана продал папе свои права на эти земли и при этом получил не деньги, а вексель. Бумажку, да, получается? Замечательно. Дети живы-здоровы и хорошо. Еще второй брат остался, кстати. Ну а на этой замечательной ноте, дорогие друзья, мы прервемся и продолжим уже в следующей серии. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, оставляйте свои комментарии. Увидимся на канале Esplay. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok